Я думаю, что женщины, во-первых, несут самую, наверное, тяжелую ношу с точки зрения тех экономических проблем, которые общество испытывает, потому что на них лежит намного больше обязанностей, чем на мужчинах. Поэтому в данном случае вообще социальный срез женщин, их настроение и того, как они сейчас ощущают себя, это очень важный социальный показатель для того, чтобы развивать политику, новую политику, нового правительства, президента и так далее. Это первое. Во-вторых, я думаю, что у женщин есть огромный потенциал, особенно в России, для развития и лидерства, и роли в экономике, потому что пока мы этот потенциал недоиспользуем, поскольку у нас не работают часто институты социальной поддержки женщин, так как они работают на Западе. Как я говорила в своем выступлении, у женщин немножечко другой карьерный путь, чем у мужчин. Он связан с совершенно естественными проблемами и задачами, которые перед женщиной стоят. И если им помочь расставить некие механизмы, которые помогут им преодолеть некие трудности и все-таки реализовать свой потенциал, мы получим огромный-огромный потенциал от женщин-лидеров, от женщин-руководителей, и потенциал интеллектуальный и управленческий. И третье, что я хотела сказать, я об этом говорила в исследовании, женщины, они намного более осторожно относятся к риску, и они мыслят, как правило, более стратегически долгосрочно, причем цель у них, как правило, не получения краткосрочной прибыли, а создания неких устойчивых систем. Мне кажется, что российская экономика и политика должны использовать эти натуральные качества женщин для того, чтобы повернуть их на благо российской экономики. У нас институты поддержки женщин стали развиваться только недавно, начиная с таких простейших, как няни, например, для работающих мам, или детские сады, которые там находятся недалеко от работы. Во многих западных странах это уже стало нормой, поэтому мы чуть-чуть позже вступили на этот путь, и женщинам сейчас немного трудно. То есть только часть женщин имеет доступ к этим социальным благам, которые позволяют ей освободиться и раскрыть свои потенциалы на работе и в обществе, и по-всякому. Поэтому, да, мы запаздываем немножечко, но, учитывая весь предыдущий опыт, мы можем сделать огромный прыжок вверх, огромный прыжок в развитие, и я думаю, что женщины российские еще себя покажут очень скоро.